Новости большого города на Средней Волге 12 лет лишения свободы высокопоставленному росгвардейцу Дмитрию Сазонову вынесли приговор. К вопросу подошли масштабные территории, прилегающие к Самар-арене, преобразят по итогам международного конкурса. Оба маршрута проходили мимо тюрьмы. 105 лет назад на улицах Самары стал курсировать трамвай. Когда смысл доминирует над эстетикой, в новом пространстве открылась выставка современного искусства. 12 лет строгого режима в Самаре завершился самый громкий процесс последнего времени. Бывший росгвардейец Дмитрий Сазонов выслушал приговор. Его обвиняют в получении взяток и в связях с преступным миром Самары. Аргументы защиты и обвинения выслушал наш корреспондент. Все три часа, пока звучит приговор, Дмитрий Сазонов не находит себе места. И неудивительно, на кону 14 лет его жизни. Именно такой срок попросил государственный обвинитель. Поэтому я и не понимал вообще, как сегодня будет происходить, потому что я не представлял, что, допустим, судья может какое вынести решение. Потому что слишком много всего того, что не доказывает, скажем так, мою вину, особенно по первому эпизоду. Расследование громкого дела тянется с лета 2018 года. Тогда полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова задержали сотрудники ФСБ. В момент получения взятки в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги ему передал сослуживец. Якобы за то, что силовик помогал или, как говорят на жаргоне, крышевал частное охранное агентство. По версии обвинения это длилось 10 лет. А ЧОПы, о которых идет речь, контролировались преступной группировкой, известной как Законовские. Следователи посчитали. В общей сложности Сазонову передали порядка 30 миллионов рублей. Кроме того, экс-силовик получал дань от фотоагентства, работавшего в крупнейших роддомах Самары. Это, кстати, единственное, что признает Сазонов. И то частично. Обвинение в связи с самарской мафией категорически отрицает. Судебный процесс стартовал еще осенью прошлого года. И вот итог. Сазонова признают виновным по всем статьям. Но приговор оказывается чуть мягче, чем просит прокурор. 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывший полковник должен выплатить государству 220 миллионов рублей. В целом, приговор соответствует занятой позиции государственного обвинения. Суд, рассмотрев доводы страны обвинения и доводы страны защиты, пришел к выводу, что виновность Сазонова в данных преступлениях доказана представленными доказательствами. С приговором не согласны. Будем его обжаловать в апелляционном порядке. Дмитрия Сазонова лишили воинского звания полковника. Кроме того, ему запрещено в течение 10 лет работать в силовых структурах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Самарские спасатели готовы к весеннему паводку. В городе прошла командно-штабная тренировка. Сергей Кизоркин познакомился с теми, кто будет спасать город от большой воды. В Самарском поисково-спасательном отряде есть 8 спецмашин, в одной из которых мы сейчас и находимся. Здесь на стеллажах находится гидравлическое оборудование и различные бензопилы. Генератор. Аппараты для дыхания и костюмы химической защиты. Все это необходимо, чтобы оперативно добраться в любую часть города и оказать помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Данный предмет – это валакуши. Также действует по принципу, как Акья. Сюда укладывается пострадавшим. Здесь есть ручки для носилок. Здесь есть крепление для прицепления веревки. И можно транспортировать пострадавшего в безопасное место. Спасатель Александр Терентьев в счет, кому он подарил вторую жизнь, не ведет. В МЧС это не принято. Почти каждый день он выезжает по экстренному вызову. Чаще всего приходится спасать рыбаков. Мы подошли к берегу, поняли, что сначала пытались по льду пройти, потом столкнули лодку и на лодке перебрались на льдину, загрузили человека, рыбака и вытащили к берегу. Мы вызвали скорую помощь, конечно, окутали, пытались согреть, ждали скорую помощь и передали медикам. В преддверии весеннего половодия в областном управлении МЧС разработали план командно-штабных тренировок. В Самаре подготовку прошли порядка двух тысяч человек. Основная цель и задача наша это при неблагоприятном развитии обстановки организовать своевременную эвакуацию граждан в пункты временного размещения, подать автобусы, соответственно, организовать питание, развернуть спасательные службы. Ожидается, что в зоне подтопления во время весеннего половодия могут оказаться пять районов Самары. Куйбышевский, Красноглинский, Кировский, Железнодорожный и Советский. Спасатели готовы развернуть штаб на месте в кратчайшее время. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. Какой будет территория возле Самары-Арена, решат по итогам открытого международного конкурса. К участию приглашаются российские и зарубежные архитектурные бюро, институты проектирования, а также финансовые и маркетинговые структуры. Подробности на Большой пресс-конференции в Москве рассказала глава Самары Елена Лапушкина. Основные тезисы записала Лариса Шалафаст. 360 гектаров. Такую территорию рядом со стадионом Самара-Арена предстоит комплексно застроить и благоустроить в ближайшие несколько лет. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, данная площадка уже является одним из центров притяжения жителей и гостей города. Теперь задача стоит в том, чтобы дать новый импульс развитию данной территории. Спортивные площадки, зоны отдыха для детей и взрослых. По задумке организаторов конкурса, возле Самарского стадиона должна кипеть жизнь. Территория, которая сегодня обсуждается, для города крайне важна. И я очень надеюсь, что лучшие творческие умы, что лучшие архитекторы примут участие в этом конкурсе. И мы получим территорию, которой будем долгие-долгие годы гордиться и представлять ее нашим гостям и, конечно, жителям города. Международный конкурс пройдет в два этапа. До 20 марта оргкомитет соберет заявки и портфолио. Выбирать победителей первого этапа будет профессиональное жюри. В его состав вошли представители органов государственной власти региона, эксперты в сфере экономики, недвижимости, городского планирования, архитекторы, председатель жюри, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во втором этапе определят трех финалистов, которые займутся разработкой конкурсных предложений. Участникам предстоит сформировать мастер-план развития территории возле стадиона. Общий призовой фонд конкурса превысит 14 миллионов рублей. Нам не нужна архитектура в чистом виде. Мы не проводим бумажный конкурс. Мы хотим получить практикоориентированное решение, которое поступит в работу региона и будет реализовано затем. А для этого конкурс должен быть максимально приближен к реальности. И все, что в нем разрабатывается, должно быть экономически обоснованным. При формировании плана развития территории возле Самара-арены планируется узнать мнение жителей региона. И уже на основе поступивших предложений сформировать концепцию. Итоги международного конкурса подведут летом. Лариса Шалафаст, события. Самарцы сами выбирают парки и скверы, которые благоустроят в первую очередь. Голосование стартовало сегодня. Сделал свой выбор можно на сайте мэрии или в специальных пунктах, которые открылись во всех районах города. В одном из них побывала Лариса Шалафаст. Благоустройство самарских парков и скверов в руках самих горожан. На выбор самарцам предлагают 20 территорий, для которых разработаны дизайн проекты. Проголосовать жители могут в шаговой доступности от дома. В Самаре открылись 40 пунктов для электронного голосования. Парк культуры и отдыха молодежи. Выбираем, ставим галочку. Свой выбор Валентина Федоровна Косенкова сделала в пользу родного района. В пункте голосования специалист помог оформить небольшую анкету и отправить голос в пользу конкретного проекта. Я проголосовала за свою территорию. Я так называю, потому что это моя родина. Это любимая Самара. Это наш промышленный район. Демократическая улица. Список территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» сформирован в начале февраля по итогам общественного голосования, организованного на сайте Департамента городского хозяйства и экологии. Во всех районах Самары прошло общественное обсуждение дизайн-проектов. Внесены изменения с учетом мнений горожан и профессионального сообщества архитекторов. В пунктах для голосования специалисты могут познакомить жителей со всеми проектами. Отдать свой голос можно за любой. В первую очередь надо прийти с паспортом обязательно, просмотреть все проекты и уже решить, за что они будут голосовать. Проголосовать можно и не выходя из дома, заполнив специальную форму на сайте городской администрации. Голосование продлится до 1 марта. Территории, набравшие большее количество голосов, обновят в следующем году в первую очередь. Для присвоения Самаре звание город трудовой доблести начали собирать подписи. Поголосовать можно в интернете. Сразу несколько сайтов областного правительства, общественных организаций и политических партий создать для этого платформы. Сделать выбор можно и офлайн. Пункты голосования размещены в торговых центрах, общественном транспорте. Принять участие могут все горожане старше 14 лет. Напомню, в декабре 2019 года президент Владимир Путин внес в Государственную Думу России соответствующий законопроект. Звание город трудовой доблести будет присвоено тем городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. Одним из первых свой голос за Самару отдал губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что свою лепту в это дело должны внести общественность, ветеранские организации и все жители Самарской области. Мы рассчитываем на то, что в числе первых городов, которые будут удостоены этого великого звания, будет и наша с вами областная столица. Если мы сегодня можем кинуть мост между великим вчера, великой победой в Великой Отечественной войне и со светлым завтра, сегодняшним днем, то мы очевидно сможем и в рамках сбора подписей вот этой замечательной инициативы, также действительно рассказать о том, каким образом каждый из нас на сегодняшнем своем месте может повлиять и на большое завтра нашего города. Больше века на благо горожан. Самарский трамвай уже 105 лет является неотъемлемой частью самарского городского пейзажа. Запуск первого маршрута стал по-настоящему событием и не только для Самары. Упоминания об этом встречаются даже в дневнике Михаила Булгакова. Андрей Горгуленко изучил историю красно-белых вагонов. Ровно 105 лет назад точно такой же Коломенский моторный вагон совершил первую трамвайную поездку в Самаре по маршруту номер 2. Потому что именно этот маршрут двигался в центр города, а вот маршрут номер 1 в сторону дачных массивов. Но оба маршрута проходили мимо самарской тюрьмы. Об этом написал и Михаил Булгаков в своем дневнике. В Самаре два трамвая. На одном надпись площадь революции тюрьма, на другом площадь советская тюрьма. Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим. Но тем не менее, стать первым пассажиром самарского трамвая было очень почетно. Некоторым даже дарили билет на первую поездку. Свидетельства об этом, чертежи и документы, фотографии и переписки авторов технического прорыва того времени бережно хранятся в Самарском музее ТТУ. Он отличается от подобных в других городах. Здесь акцент сделан не на технику, а на историях людей, а тех, кто прокладывал первые рельсы, и тех, кто сейчас в мастерских поддерживает вагоны в хорошем состоянии и управляют ими. Я считаю, что как большая река из маленьких ручейков, из капелек даже воды состоит, то здесь вот каждый свою капельку какую-то внес. И наша история такая живая, большая, и слава богу, она продолжается. И сегодняшний день мы можем тоже с уверенностью сказать, что мы ничего не зачеркнули, мы ничего не забыли. Мы стараемся продолжать. Однако и техника в музее есть. Тут и модели трамваев и троллейбусов разных эпох, руль и двигатель первого трамвая, а также билетные аппараты. Компостер, который оставляет на билете специальную букву маршрута, и касса самообслуживания. Такой аппарат в работе застала и Елена Немцева, водитель трамвая с 37-летним стажем. Начинала свою работу она на модели Т3. Городскую схему женщина знает наизусть. Ей довелось проехать по каждому маршруту в Самаре, даже по тем, которые устарели и их закрыли. Елена признается, водитель трамвая – профессия очень романтичная. Работа нравилась, потому что выезжаешь и рассвет встречаешь, и первые пассажиры. И когда работаешь по одному маршруту, они тебя узнают и с праздником поздравляют. И когда опаздываешь, ругаются, потому что вот во сколько должны приехать, а вы во столько приехали. Новогодние праздники, если первого числа выезжаешь первым трамваем с площади Куйбышева, собираешь всех. Ну, люди отгуляли, а ты едешь. Мне нравилось. Сегодня водителями, кондукторами, механиками, ремонтниками работают более 4 тысяч человек. Ежедневно на улицах Самары пассажиров перевозят 300 единиц подвижного состава. Общий пассажиропоток за год – почти 100 миллионов человек. Сейчас в городе 434 трамвая и 236 троллейбусов – чешского, белорусского и отечественного производства. Парк машин постоянно обновляется. Устаревшие вагоны сменяют современные. Каждый день мы перевозим большое количество людей. И для нас, конечно, так как мы оказываем и работаем в сфере услуг, для нас, конечно, важно, чтобы мы свою работу делали качественно, плодотворно, чтобы были положительные отзывы. В трамваях и троллейбусах вовсю активно работает система бесконтактной оплаты проезда. В этом году специалисты продолжат развивать систему автоматического переключения стрелок, чтобы водителям не приходилось выходить из вагона. Такие системы будут внедрять на сложных перекрестках – Ташкентское, Московское шоссе и Новосадовое, Нововокзальное. Все это делается, чтобы проезд в городском электрическом транспорте для самарцев стал еще комфортнее. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, Григорий Плешаков. События. Далее, коротко о других событиях дня. Хотел купить мертвые души. В Самаре вынесли приговор 31-летнему мужчине. Его признали виновным в даче взятки должностному лицу. Суд установил, что в мае 2019 года Сергей предложил дежурному сотруднику полиции деньги за информацию об умерших для фирмы «Похоронный дом», чтобы фирма могла заключить договоры об оказании ритуальных услуг с родственниками. Полицейский сообщил об этом сотрудникам собственной безопасности. В итоге злоумышленника задержали после передачи полицейскому 26 тысяч рублей за три адреса умерших в Самаре людей. Суд назначил Сергею наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Ходатайство о банкротстве фирмы-застройщика подало правительство Самарской области и жители региона. Они обвиняют ООСК на Московском в том, что фирма собрала деньги с дольщиков, но строительство домов приостановило. Об этом сообщает в твиттер Министерство строительства Самарской области. Дата слушаний пока не назначена. ООСК на Московском начало возводить жилой комплекс на 18-м километре Московского шоссе, но так и не завершило строительство. Находящиеся под следствием по обвинению в мошенничестве, директор и бывший учредитель фирмы заключили более ста договоров участия в долевом строительстве, но на счета ООО поступила только часть полученных денег. Ущерб дольщикам составил более 95 миллионов рублей. Из ванной сразу в суд. Жительница Хворостянского района задолжала 150 тысяч рублей алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Судья вынес постановление о принудительном приводе должницы на судебное заседание. Приставом дверь никто не открывал. Они остались ждать возле квартиры. Позже пришла мать знакомого, с которым проживала должница. Она впустила приставов в дом, где они и нашли нерадивую мать. Она пряталась в ванной, откуда ее доставили на судебное заседание. Теперь женщине придется отбыть наказание за неуплату алиментов, а также оплатить штраф за сопротивление. С 25 февраля исполняющим обязанности директора национального парка «Самарская лука» стал Евгений Березкин. Ранее он работал руководителем УФСК «Н России» по Самарской области. Этот пост он занимал с 2013 по 2015 годы. До этого трудился в транспортной милиции. Прежним руководителем «Самарской луки» был Александр Губернаторов, который возглавлял ее с 2007 по 2019 годы. В прошлом году он уволился после возбуждения ряда уголовных дел. Стартовало авиасообщение из Самары в Калининград и обратно. Первый рейс из Самары приземлился в аэропорту Храброво 24 февраля ночью. В зимний сезон самолеты будут летать раз в неделю по пятницам. Маршрут обеспечивает авиакомпания «Руслайн». На субсидии маршрута из регионального бюджета предусмотрено выделить 19 миллионов рублей. Еще 7 миллионов рублей будет выделено в виде субсидий для маршрута «Псков-Калининград-Псков». Его планируется запустить с 1 апреля текущего года. Полеты будут осуществляться два раза в неделю. Переселение из аварийного жилья, магазины на первых этажах, неприятное соседство – это краткий список жалоб, с которыми самарцы пришли на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Мария Левина расскажет подробности. Константину Карповичу Жижину 95 лет. Бывший фронтовик во время войны прошел Белоруссию, Польшу, Германию. Служил командиром минометного взвода. После войны остался жить в Германии. На родину вернулся только в 54-м. Сегодня в знак уважения подвигов ветеранов по указу президента Владимира Путина участникам войны полагается участок земли. Константину Карповичу нужен конкретный – в горелом хуторе. Рядом с участком сына. Но получить землю оказалось не так просто. Выбранная территория оказалась в границах лесного фонда. Началась бумажная волокита. Один обращается к другому, другой обращается к третьему. А вопрос-то не решается. Вот мы и ходим по мухам. Я надеюсь, что это последний наш удар. О своей проблеме ветеран рассказал депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Ситуация решилась тут же, по телефону. Оформить заветный участок непросто. Это требует времени. Пока готовятся документы, Константину Карповичу предложили взять в аренду на пять лет другой участок, тоже в горелом хуторе. Чтобы наш уважаемый фронтовик этого не ждал, я попросил Минлесхош уже сейчас ему в виде исключения в аренду земельный участок предоставить. Я надеюсь на то, что мы закрепим участок за ним до праздника, до 9 мая. Трудности расселения из аварийного жилья, проблемные соседи, магазины на первых этажах жилых домов. Только краткий список вопросов, с которыми приходят самарцы на прием. Кроме того, в ближайшем будущем активисты «Единой России» хотят упростить порядок получения льгот по инвалидности. С этой инициативой они выступят перед Федеральным министерством труда на первом расширенном заседании партии. Мария Левина, Максим Гусев, События. «Коллажи, поп и видеоарт» в Самаре открылась выставка современного искусства «Поле действия» в экспозиции десятки работ известных российских и зарубежных художников. Какое, но актуальное творчество, увидел наш корреспондент. Эта работа шведского художника Густава Хельберга только на первый взгляд кажется простой. В действительности она играет со зрителем. Оставляет вопрос «А кто здесь?» без ответа. И вызывает чувство смутной тревоги, которая так понятна современному обществу. Художник готовил эту работу для Ширяевского биеннале. Сейчас ее представили на выставке «Поле действия», в которой открылась галерея «Новое пространство». Мне кажется, выставка на вопросе доверия к разным формам, к разному времени, в итоге к самому себе. Эта выставка – совместный проект галереи и Средневоргского филиала Государственного центра современного искусства. В экспозиции – десятки работ современных российских и зарубежных художников. Визитка полной перезагрузки творческой программы галереи. Само название, собственно говоря, обозначает то поле действия, чем мы занимались, чем мы собираемся заниматься, а именно современным искусством в Самаре. Мы надеемся, что нам удастся при помощи вот таких интересных форматов, таких интересных имен, известных художникам имен, мы сможем и привлечь внимание к нашим фондам. Для зрителей поле действия – это атлас современного визуального искусства, срез работ за четверть века. Здесь можно увидеть и видео-арт, фотозарисовки из Парижа, и современную почти плакатную живопись, и отчасти близкие к классическим канонам картины. Тема черного юмора в живописи редко используется в прямом смысле. А здесь используется определенная сатира и в какой-то степени, я бы даже сказал, пародия, игра слов каламбуру с тем, что он украл мое сердце. Ну, в данной выставке смысловая составляющая доминирует над эстетическим. И это интересно. В том плане, что художники заставляют зрителя разгадывать смысл. Оказаться в поле действия современного искусства можно до 21 марта. Елена Малютина, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Детский турнир по КПР прошел в Самаре. На соревнования приехали сотни спортсменов со всей Россией. Не только выиграть кубки и медали, но еще и потренироваться с мастерами из Бразилии, родины этого боевого искусства. Тренер по КПР, бразильскому боевому искусству, Франциско Аленфилио, вот уже более четверти века колесит по всему свету. Учит начинающих спортсменов, а зам этого вида спорта. На этот раз остановился в Самаре, вместе с пятеркой своих друзей, тоже тренеров по КПР. Перед всероссийским фестивалем они провели мастер-классы и тренировки для участников соревнований. Наша цель – мотивация детей, чтобы им нравилось тренироваться, чтобы они повышали свой уровень и развивались в КПРе. Я им рассказываю, как нужно выполнять упражнения и движения, чтобы набрать очки и победить. Хочу сказать, уровень российских бойцов высокий и с ними приятно работать. Четвертый фестиваль КПР для детей прошел в Самаре. Более 400 подростков приехали со всей России, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. За призы сражались бойцы в трех возрастных категориях – от 10 до 17 лет. В КПРе награды раздают не так, как в остальных видах спорта. Здесь медали и кубки получают спортсмены, занявшие места с первого по четвертое. Кроме этого, жюри выбирает дополнительно еще восемь лучших спортсменов. Так формируется сборная страны. Сегодня на соревнованиях у нас участвуют дети, которые также мы тренируемся, чтобы посетить европейские соревнования в апреле в Страсбурге. И многие дети из Самары поедут участвовать туда. Россия – одна из ведущих стран мира, где развита КПР. А Самарская область – регион, где чемпионов с каждым годом становится все больше. Елена Нижегородцева, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин